Хвала Хвала В нашей стране, Господь Во имя Иисуса Христа Пусть дух молитвы Дух поклонения, Господь Он просто прибудет среди нас, Господь Прибудет среди нас Чтобы это не было какой-то тяжестью Чтобы это не было какой-то обязаловкой, Господь Чтобы это не было какой-то религией Но, Господи, чтобы это было жаждой Каждого-каждого нашего сердца Господь, мы правда так ожидаем Тебя сегодня здесь На этом месте Дух Святой Дух Святой, коснись каждого сердца Во имя Иисуса Христа Коснись, 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 Господь Вдохни Твое дыхание жизни, Господь Если кто-то, может быть, засох или ослаб Вдохни Твое дыхание, вдохни, Господь Твою Божью силу, Твое Божье помазание, Господь Во имя Иисуса Христа Твоя жизнь, жизнь, жизнь и жизнь Наполняет каждое-каждое сердце Во имя Иисуса, Твое присутствие здесь, Господь, Господь Твое присутствие исцеляет, Твое присутствие благословляет, Твое присутствие восполняет всякую-всякую нужду по богатству и славе во Христе Иисусе. Аллилуйя, всякий, кто верит, давайте воздадим Богу большие аплодисменты. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наш Бог достоин славы. Аминь, друзья. Вот достоин славы. Аминь. Правда. Вы знаете, мы должны с вами понять, что воскресное служение – это не просто какой-то хороший коучинг. Куда ты приходишь, тебя научили, ты пошел такой умный, такой молодец, так много для себя воспринял. Но главное, что интересно, отчасти этот элемент немножко присутствует, правда? Но самое главное, что здесь должно быть, это должно быть Божье присутствие, что мы встречаемся лично с Ним, с нашим Господом, с нашим Царем. Аминь. И да, вот можете присаживаться, но обязательно скажите пару хороших, ласковых, теплых слов тем, кто рядом с вами. Аллилуйя. Слава Господу. Друзья, а есть ли те, кто первый раз пришел сегодня на служение? Поднимите, пожалуйста, руки, мы вас поприветствуем. Слава Богу за вас. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Мы рады всегда новым людям. Слава Богу. Вот. И мысль какая, чуть-чуть прервался, да? То, что вот нам нужно понять, что благословение мы с вами черпаем с небес. Аминь. То, что именно Дух Святой, Он изменяет наши сердца. Именно Дух Святой отвечает нам на какие-то наши жизненные вопросы, изменяет наше мышление порой, да? И Писание говорит, что входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалой, славьте, благословляйте имя Его, ибо благ Господь и милостив. Аминь. У нас единственная возможность прийти к нашему Господу, вот запомните, друзья, единственная возможность встретиться с живым Богом, это Его прославлять и благословлять Его имя. Представляете? Здесь сказано, входите во дворы Его, иными словами, это дверь, через которую ты заходишь в Его присутствие. Вы со мной, дорогие? Халлелюя. И вот это вот такое прям глубинное откровение, то, что вот это должно быть в нашей жизни. Без Божьего присутствия мы с вами, ну, просто какой-то коучинг и все, не более того. Но мы с вами церковь, аминь. Вот, церковь, которая живет благодатью, которая живет, правда, Божьим присутствием, изменениями, когда Бог к нам прикасается, вот, он меняет наши жизни, слава Богу. Вот, и один хороший рецепт, чтобы, вот, предположим, вы пришли, да, в церковь, там, на служение на какое-то, и вот никак у вас вот не прославляется Бога, да, вот, ну, что-то, ну, никак не получается. Знаете, есть один прям хороший рецепт, он действует на сто процентов. Начните Бога благодарить за все, что Он для вас сделал. Аминь. Вот просто начни Его благодарить, вот, ну, никак вот, ну, не идет у тебя хвала. Начни благодарить, начни петь вот эти вот слова благодарности Ему за то, что Он тебя спас, за то, что Он принес себя в жертву на Голговском кресте ради того, чтобы ты имел жизнь вечную. И послушай, я тебе стопроцентно скажу, ты не останешься равнодушным в своем сердце. Аминь. Вы со мной, друзья? Ты не останешься равнодушным, у тебя, тебе вдруг захочется это делать, ты оживешь для того, чтобы Его прославлять, для того, чтобы благословлять Его Святое Имя. И вот как раз о благодарности мы сегодня с вами будем говорить, потому что у нас как раз месяц благодарности. Аминь, друзья? И тема моя называется «Благодарение. Дверь к Божьей благости». Да? Вот если мы с вами хотим пережить Божью благость в нашей жизни, вот дверь к Божьей благости, это как раз и есть благодарение, чтобы нам, вот, на самом деле, пережить это внутри себя. Мы с вами вообще должны Бога пережить именно как Бога. Потому что многие люди как к Богу приходят? Очень часто какая-то нужда, да? Вот нужда есть. Кто поможет? Никто помочь не может, Бог поможет. Значит, прихожу к Богу. Значит, ну, жду от Бога какого-то восполнения. Или просто, например, в церковь приходят, потому что здесь прикольно. Ну, где вы увидите столько милых людей? Аминь. Давайте сами себе поаплодируем. Которые улыбаются. Которые, если на ногу наступили, не орут. Ты че мне, гад, на ногу наступил? Которые говорят, ой, прости, пожалуйста. Наступил или тебе наступили? Ой, извините. Да, ну, где вот в таком количестве людей найдешь таких? Нигде. Вот, ну, не знаю, может, где-то, но не видел ни разу. Вот. Или просто вот даже люди бывают на молитву приходят, музыка нравится. Все это да и аминь. Но потом порой смотришь, время какое-то небольшое проходит. Ну, может быть, да, может, небольшое, может, побольше пропал. А че пропал-то? Оказывается, вот приходил вот за этим. Но так и не понял, что Бог, Он Бог. Он Господь. Он Господин, в конце концов. Аминь, друзья. И что порой, если что-то в нашей жизни не происходит, то это не потому, что, скорее всего, Бог хочет... Нет, не то, что, скорее всего. А это точно не потому, что Бог тебе зла желает. Аминь. А по какой-то причине это не происходит. И мы, может быть, не все ответы имеем на вопросы, но по какой-то причине не приходит. И не надо Бога в этом винить. Бог, Он не изменился. Он сказано, что благ и милостив. Аминь. Вот мы это должны всегда понимать. Что бы ни происходило, Писание говорит, что Бог, Он благ и милостив. Но мои эмоции кричат другое, что вот так всяко я Бога не чувствую, и что вот Он ко мне так относится несправедливо. Не знаю, Писание говорит, благ и милостив. Значит, в его сердце, его желание только лишь благо для тебя. Аминь. Давайте с вами откроем место Писания. Евреям 12, 28. Здесь сказано, «Итак мы, приемли царствие непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Да, то есть царствие непоколебимое, царствие Божие, как мы можем принять в свою жизнь? Когда мы храним благодать? Аминь. Потому что Писание говорит, благодатью мы спасены, что Бог, Он хочет благословить нас через благодать, то есть, ну просто вот даром благословить каждого из нас. Вы со мной, друзья, да? Понимаете, о чем речь идет? И здесь вот, когда мы с вами читаем Писание, то там, где сказано, будем хранить благодать, там стоит слово-синоним. Быть благодарными. Я как-то, знаете, задумался однажды, ну не однажды, а это в жизни каждого происходит, наверное, ну мысли же приходят, что вот спасен я или нет. Приходят такие мысли? Только мне приходят, да, перед проповедью. Мне на проповедь выходить, я думаю, я вообще спасен. Или я не спасен? Что я тогда здесь делаю? Так вот, друзья, я в свое сердце заглядываю и понимаю, я Богу благодарен. За крест благодарен. За все, что он со мной в жизни сделал. За то, что провел через какие-то и хорошие моменты, и трудные моменты жизни. Я Богу благодарен. Вот от всего своего сердца. Да, может быть, я недостаточно это выражаю, это уже другая сторона вопроса. Но я ему, правда, очень благодарен. И поэтому я знаю, что тем самым, вот благодать, она хранится в моем сердце. Вы со мной понимаете, о чем я говорю, да? Что я знаю, что я спасен, вот благодаря тому, что я ему благодарен. Вот это такой, знаете, простой тест для тебя самого. Вот ты сейчас сам подумай, ты Богу благодарен за его благодать или нет? Аминь. И если это есть в твоем сердце, поверь, ты точно на правильном пути. По крайней мере, у тебя хорошее, правильное основание для того, чтобы тебе, ну, как-то дальше в благости Божьей развиваться. Следующий момент, который бы я хотел отметить, то, что благодарение – это воля Божья. Ну, где об этом сказано? Кстати, очень хорошо даже сказано. Первый фессалоникийцам 5,16. Кто помнит на память? «Всегда радуйтесь». Аминь. Дальше читаем, 17 стих. «Непрестанно молитесь» и дальше. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья». Аминь. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья». И вот в жизни часто возникает вопрос, «Господи, а в чем воля Твоя, кто-нибудь, для моей жизни?» Кто таким вопросом задавался? Аминь. Десять человек задавался таким вопросом. Остальные либо знают, либо вообще без разницы прямо, какова воля в моей жизни. Да? И вот, ну мы же думаем, какова, Господь, Твоя воля на мою работу, на мой бизнес, на мое служение? А если мы с вами базис не подвели, в чем Его воля, чтобы ты всегда радовался, непрестанно молился, и за все благодарил, это же базис Божьей воли. Аминь. То что тогда в эти перспективы-то лезть, когда ты этот базис даже в себе не заложил? Вы со мной? Вот в чем воля-то Божья, оказывается, ну как основание, да, чтобы ты всегда был рад. И ты думаешь, ну, я, 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 вот эта сумма, а надо сойти, чтобы всегда радостно быть таким, вот таким вот всегда ходить, да? Но здесь как будто бы основание для того, чтобы ты всегда радовался, оно тоже обозначено. Непрестанно молитесь, за все благодарите. И вот когда мы Бога за все благодарим, да, то почему-то и радоваться начинаешь. Я не знаю, как вы, но по себе заметил, что бывает, ты с утра встаешь, и уже утро началось как-то не очень. как будто ты всю ночь гулял, хотя знаешь, что не гулял, но с утра встал, и не какенский думаешь, как жить-то дальше, как же этот день-то вообще просуществовать. Я понимаю, что как только я начинаю Бога благодарить, спасибо Господь за этот день, спасибо тебе за то, что ты создал его на радость и на веселье нам, Господь. Спасибо, что я могу просто вот общаться с тобой, прославлять тебя в этот день. настроение меняется категорическим образом. Переживали вы такое? То есть, ты ничего такого особенного, в твоей жизни ничего не изменилось. Тебе тысяча баксов на смс-ка не пришла, да? А ты счастливым стал. Думаешь, вот это да, чудо какое произошло. Потому что ты уже начал входить в Божью волю. Аминь, друзья. В твоем сердце что-то начинает меняться. Многие не чувствуют радости, вот, ну, в церкви даже порой, да? И даже выпадают в каком-то смысле из Божьей воли из-за того, что концентрируются на негативе, на том, чего у нас нет, да? Вот, например, у тебя машина не такая хорошая, как вот у того брата, и ты вот расстраиваешься. Нет, бывают люди, что они за других радуются. Вот прям, прям вот, вот у того все прекрасно, все замечательно, у тебя все намного хуже, и ты прям за него так рад, так рад, так рад. Думаешь, как я счастлив, что ты там такую тачку крутую купил. Я так рад. Вот. Если в зале есть такие люди, пожалуйста, подойдите ко мне и помолитесь за меня, потому что я тоже хочу так радоваться. Но у меня это не всегда получается. Иногда получается, когда я себя в этом тренирую, у меня это тоже получается. Вот. Но часто мы концентрируемся на негативе, причем в любой форме, да? Что-то нет, ну, в материальном смысле. Что-то, какой-то жалу у тебя в плоти, что-то тебя все время мучает, то жена пилит, то муж неправильно себя ведет, то еще что-то. Да, мы на этом концентрируемся. И у нас как-то все грустнее становится. Пример один хороший есть. Это Третий Царств, 21 глава, с первого стиха прочитаю. «И было после сих происшествий у Навуфея, израилетянина в Изриели, был виноградник возле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близок к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. В общем, Навуфей, говорит Ахаву, не могу отдать по тем или иным причинам. Четвертый стих. «И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря, не отдам тебе наследства отцов моих. И лег на постель свою, и отвратил лицо свое, и хлеба не ел». Расстроился парень. «И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала им, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь». В общем, Ахав рассказывает все Изавеле. И Изавель говорит, ничего, парень, все будет нормально, все обустроим. Вот. И в итоге подставляют этого Навуфея, что Навуфей, ну, погибает, его забивают камнями по ложному доносу. Вот. Ну, про жену хотелось бы чуть-чуть затронуть. Вот. Встречался с такими образами порой, что жена, вот, всегда 100% на стороне мужа. Я вот иногда завидую таким семьям, но иногда понимаю, что опасно, опасная ситуация. Вот. У меня жена, почему-то меня все время корректирует, с годами начал это ценить, хотя раньше сильно расстраивался по этому поводу. Вот. Ну, возвращаясь к Ахаву, от этого лирического отступления, историю давайте это еще раз переосмыслим немножко. Царь. Царь. У него все есть. Аминь. Он себе даже сандали не завязывает, у него слуги для этого существуют. У него там колесница, ну, золото. Ну, в общем, ну, явно он живет лучше всех в Израиле, да, царь Ахав. Он живет лучше всех в Израиле. Ну, вот ему уж так вот виноградник понадобился, чтобы из него овощной сад сделать, что он даже не готов был, что ему откажут. Да? Как мы с вами часто обижаемся и расстраиваемся, потому что другие люди поступили не так, как мы хотели. Аминь. Бывает, вы так расстраиваетесь? Ты ожидал одного, а он вообще с тобой по-другому поступил. Он греха против тебя не совершил. Но он поступил как-то по-другому, и ты расстроился, огорчился, потому что уже продумал наперед, что тот человек должен сделать для тебя. Аминь. Поэтому не надо так делать. Лучше доверяйся Богу. Бог точно это все сделает намного правильнее. Это первое. Второе, что мы видим, что Ахав, он, вот представьте себе, имея по сути все в своей жизни, будучи богатым, самым богатым человеком в этой стране, расстроился, что у него не стало еще чуть-чуть побольше. Понимаете, да? Что если вы живете с мыслью, что вот у меня вот это вот появится, вот будет у меня доход сто тысяч баксов в месяц. Ну нет, кто-то о сто тысячах рублей даже мечтает, да? И я буду самым счастливым человеком в этом мире, когда у тебя доход будет сто тысяч рублей, или баксов, ты счастливым человеком не станешь все равно. Потому что, если ты сейчас не научился быть счастливым человеком, концентрироваться на том, что у тебя есть, и Бога за это благодарить, ты им не станешь никогда. Давайте скажем на это аминь. Я думаю, вы с этим согласитесь. Аминь, друзья. И вот мы видим, что Ахав о себе, знаете, жертвой себя почувствовал, почувствовал, жалеть себя начал. И Язавель ему еще в этом помогла. Говорит, там, зайчик, что случилось? Ой, чего так ты? Встревожился, расстроился, зайчик. Давай все устроим. Когда я читаю Писание, то, вспоминая еще один фрагмент, когда одному человеку предлагали себя пожалеть очень сильно. Помните, когда Петр Иисусу сказал, когда Иисус рассказал, что его ожидает впереди, Петр ему говорит, будь милостив к себе, Господи. И мы видим реакцию, которую я поначалу, когда читал реакцию Иисуса на вот эти вот слова Петра, я в шоке был. Я думал, как вообще можно с учеником так разговаривать? Иисус ему сказал, отойди от меня, сатана, от тебя мне соблазн. Аминь, друзья. Иисус даже не оставил шанса внутри себя, чтобы себя пожалеть. Потому что, если бы он пожалел себя, он бы не смог исполнить волю Божию, пойти на крест, чтобы заплатить за все наши грехи ценой своих страданий и мучений. Аминь, друзья. Вы со мной. Аллилуйя. Молчат. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. И вот, и мы видим, да, вот эту вот разницу, что когда Ахав вместо благодарности Богу расстроился, стал себя жалеть, это привело к смерти Новуфея. Когда мы видим реакцию Иисуса, когда он отказался себя жалеть, это привело к жизни всех нас. Аминь. Какая разница, какая колоссальная разница между вот этими двумя ситуациями. Следующий момент, связанный так или иначе с этим, что благодарение, это проявление нашей веры. Когда мы Бога благодарим, мы проявляем тем самым веру, что Бог, Он восполняет все наши нужды. Филиппийцам 4,6, наверное, большинство из вас знает это местописание. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Когда ты что-то просишь, когда ты о чем-то молишься, сказано, что уже благодари Его, как будто бы Он восполняет твою нужду. Вы со мной, друзья. Как будто бы ты заказал что-то во Владивостоке, может быть, ближе, не знаю, в зависимости от твоей ситуации, и тебе эту посылку уже пересылают. Аминь. Ты заказал, ты оплатил своей молитвой, тебе уже посылка эта пошла, но с Владивостока это раз. Во-вторых, если она пойдет почтой России, все может затянуться еще дольше. Ну, это и так, если по жизни. Если в духовный мир переводить, помните, что когда пророк Даниил, ему сон приснился, ему нужно было истолковать этот сон, он спрашивал у Бога, Божий ангел не смог пробиться сразу к Даниилу для того, чтобы растолковать этот сон. Даниилу понадобился 21 день молитвы и поста. Почему? Потому что силы злобы поднебесной блокировали Божьих ангелов. Аминь. Что Божий ангел, он хочет к тебе прийти, но по какой-то причине это не происходит, и ты не знаешь. И это вообще не говорит о том, что Бог не хочет тебя благословить. Вы со мной, друзья? И когда ты Бога благодаришь, это и есть проявление твоей веры, что ты уже знаешь, что Бог, Он тебя хочет благословить. Ну, давайте с вами разницу простую проведем. Вот к тебе ребенок приходит, ведь было, что у кого есть дети, да? Приходит ребенок, что-нибудь у тебя просит, говорит, пап, там, ну не знаю, купи конфетку. Папа говорит, не куплю конфетку. Вот ты мне всегда не покупаешь конфетку. И как только мой ребенок мне говорит, что ты всегда мне это не делаешь, хотя ты знаешь, что ты ему делаешь, тебе вообще ничего не хочется делать. Правда? У вас такая же реакция, да? Я знаю, что у Бога, скорее всего, тоже такая же реакция, что если мы не благодарим Бога, если бы наоборот ребенок сказал, пап, я так тебе признателен вообще, вот за то, что ты мне так много всего делаешь, я бы не удержался, я бы купил ему, ну не конфетку, но йогурт точно бы купил, конфетки вредно, вот здесь пример немножко неудачный. Но это олицетворение его веры, когда он говорит, ты всегда так делаешь в негатив, никогда не хочу. Когда говорит, пап, спасибо тебе, что ты там так, так и сяк, да у меня прям душа поет, сердце раскрывается, и я готов гору свернуть, особенно, когда жена мне так говорит, что ты молодец, я много чего готов сделать. Вот, жены, воспринимайте для себя, вам это пригодится. Следующий момент, 1 Коринфянам 15,57, тоже из этого же контекста, благодарение Богу, даровавшего нам победу через Иисуса Христа, да, вот друзья, давайте обратим внимание, благодарение Богу, даровавшему, в каком времени стоит? У тебя это уже есть? У тебя это уже есть. Когда я читал иногда вот это местописание, благодарение Богу, даровавшего мне победу во Христе Иисусе, и когда я смотрел на свои обстоятельства, я думал, это не для меня написано, это для соседа, для там еще кого-то, да, но не для меня. Послушай, это написано для тебя. Вот, когда у тебя есть какая-то проблема, предположим, да, и когда ты начинаешь Бога благодарить за победу, которую ты имеешь, которую Бог тебе уже даровал, ну, поверь, ты не будешь чахнуть. У тебя будут силы для того, чтобы тебе действовать в том же самом направлении. Аминь, друзья. Я говорю, вот бывает правда, встанешь с утра и думаешь, здесь не то, здесь не так, здесь что-то сбой какой-то произошел. Вот если думаешь об этом, все, плохое настроение, как говорила мама, настрой, моя мама, настрой решает все. Это я еще с детства запомнил. Как ты настроен в своей жизни? И как только ты берешь это обетование и начинаешь, Господи, я благодарю Тебя за победу. Я благодарю Тебя за победу над чем угодно, над грехом, над лишним весом, я не знаю, над финансовой нуждой, над одиночеством, над проблемами в семье. Господь, я благодарю Тебя за победу, которую Ты мне уже даровал. Ну, поверь, у тебя будет другой настрой, все дружно сказали. Аминь. Слава Богу. Давайте воздадим Ему славу. Аллилуйя. Бог живой. Аминь. И вот, и вот это вот, наш внутренний настрой, правда, определяет все. Аминь, дорогие мои. Это есть элемент твоей веры, потому что мы с вами живем не тем, что мы видим. И мы не начинаем Бога благодарить только лишь, когда мы увидели Его благословение, но мы благодарим Бога, потому что мы верим, что Он приготовил для нас эти благословения. Когда у нас храм был закрыт, когда нас давили, может быть, в каких-то моментах, но определенным образом, я понимаю, что у меня не было никакого внутреннего энтузиазма, но я понимаю, что когда я молился за это, я уже начинал Бога благодарить. Господь, благодарю Тебя, Господь, что Ты все устрояешь наилучшим образом, Ты даешь нам силы, Ты даешь нам способности преодолеть всякие трудности. Да и понимаем, что сейчас ситуация как будто бы поменялась на сто процентов, как будто бы все изменилось в нашей жизни. Сейчас вот в понедельник у нас там какое-то мероприятие на нижегородском уровне, вот, именно как с протестантскими конфессиями. Ты на это все смотришь и думаешь, как? Два года назад все было по-другому. Но как только мы перестали капризничать, как мы только перестали роптать и начали Богу молиться, благословлять там власти, чиновников, кого угодно, да, из этого уровня. Благодарить Бога начали, что Бог все держит под своим контролем. Пух, прорыв пришел. Благословение пришло. Пришел ответ просто от Бога на все вопросы. Еще одна есть интересная история, не будем ее читать, это Лука 17 глава про 10 прокаженных, кто помнит эту историю, помашите рукой. Помните, да, что мимо Иисуса проходило 10 прокаженных, понятно, что у них была большая проблема. Они были в проказе. Проказа, это вообще было олицетворением проклятия, ну, в те времена, да, что если ты проказы покрылся, это вот Бог тебя проклял. Ну, так вот воспринималось в обществе. Подходит к Иисусу все 10 прокаженных и говорят, Иисус, исцели нас. Вот, кстати, тоже хороший момент, да, что, помните, в Новом Завете, что кто бы ни попросил Иисуса об исцелении, исцеление получали все. Аминь, друзья. Это опять же говорит о том, что Бог правда хочет нам благословения, Он хочет нас исцелить. Он им говорит, идите и покажитесь священнику, то есть исцеление не сразу произошло, им нужно было дойти до священника. Десять дошло, один вернулся к Иисусу, чтобы его поблагодарить. Правда? Иисус говорит, а где девять остальных-то? Ну, не знаю. Исцелили все, а вернулись не все. И Иисус говорит ему, ныне пришло спасение дому твоему, что исцеление получили все, но тот, кто пришел Господа поблагодарить, получил намного больше. Аминь, дорогие. Как в жизни часто бывает, что порой, вот знаете, у меня этот парадокс, он всегда впечатлял, забавлял, нет, слова какие-то позитивные, а это в негативную сторону, что порой люди, которые пережили какие-то яркие чудеса в своей жизни, их в церкви нет. Я вот думаю, а у меня вот, ну не было вот такого, что вот прям, вот такая вот нужда, я прям молюсь, и прям вот получаю, вот прям яркое, яркое свидетельство в исполнении этой нужды. Вот. Но тем не менее, думаю, я со Христом, а те, кто вот такие яркие чудеса получили, ушли куда-то, думаешь, как так? Одна пара подходит к пастору, давно еще, большинство из вас их и знать не знало, вот, подходят, ну и говорят, вот, ну в церковь уже ходили, там год или два, говорят, вот знаешь, что-то не получается забеременеть, хотим вот еще детей в своей жизни, и помолись, пожалуйста, чтобы мы забеременели. Но, говорит, у нас вот одна особенность, мы хотим, чтобы у нас двойня была. Пастор такой послушал, думает, как бы, это, в моей вере здесь, может быть, особо великой нет, но помолюсь, Бог усмотрит. Вот, помолился за них, там приходят, примерно через месяц, говорят, мы забеременели, вот это да. Проходит там еще какое-то время, на УЗИ сходили, говорят, у нас двойня. И ты думаешь, ну как так? Вот просто, вот по молитве, Бог такое чудо воздает, да? Полгода прошло, из церкви ушли. Думаешь, слушайте, вы знаете, правда, вот этот вот момент, что мы с вами, не через чудеса, мы приходим ко Христу, но удерживаемся мы в жизни, со Христом, верим в Иисуса, не через чудеса, аминь, а через отношения с Ним, во многом через то, насколько мы Ему благодарны. Благодарим Бога, спасение приходит, когда благодарить перестаем, много чего теряем, в нашей жизни, аминь. Еще такой интересный момент заметил, то, что, знаете, когда Иисус молился за кого-то, вот, вы помните, за кого он длинно и долго молился? Длинную молитву Иисуса помните? Ну, за учеников, правда? Иоанна в 14, по-моему, 14 или 15, не помню точно. Вот, он за учеников, да, там была долгая молитва, достаточно, но, вот, за исцеление, за воскрешение Лазаря, например, да, за то, чтобы накормить пять тысяч двумя рыбками, пятью хлебами, там не было длинных молитв. Иисус просто поднял две рыбки, пять хлебов к небесам, и говорит, Боже, Отец, спасибо Тебе, что Ты меня слышишь. И раз стал все раздавать, чудо произошло. Да, просто, по сути, через молитву благодарения. Когда Лазарь Иисус воскрешал, он сказал, благодарю Тебя, Отче, что Ты слышишь мою молитву. Лазарь, выйди вон, да, когда Лазарь уже четверо суток как умер, и сказано, что Лазарь воскрес, и Лазарь вышел оттуда, да, мы видим, что благодарение, оно открывает сверхъестественную Божью силу. Когда у тебя не решается какой-то вопрос, слушай, начинай Бога благодарить. Аминь. Просто начинай благодарить, что Он, Он, Он все уже для тебя сделал, на самом деле. Правда, друзья? Что Божий ответ, Он уже для тебя приходит. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин